Суть проекта Дуинова в принципиально новой схеме совмещенных обмоток электродвигателей. Такая схема позволила отказаться от использования магнитов и была названа «Славянкой». Она была разработана Дмитрием Дуиновым в 1995 году на основе схем, предложенных еще советскими инженерами, такими как незаслуженно забытый Николай Васильевич Лавега. Если вам кажется, что это одна из сотен других ничем не отличающихся разработок, то вот вам прямые факты. Преимущества технологии Преимуществам технологии относятся высокий КПД аж до 97%, сниженное энергопотребление на 10-40%, увеличенная дальность хода до 50%. Для примера, электрокар по технологии Дуинова с массой более 1 тонны проедет 800-900 км на аккумуляторе в 85 кВт-ч, а дальность Tesla Model S 450-500 км при той же емкости. Далее, производство двигателей по технологии Дуинова дешевле до 30% за счет использования меньшего количества меди и электротехнической стали. Также это лучшее охлаждение и снижение виброшумовых характеристик. Что позволяет улучшить простое изменение обмоток электродвигателей. От этого улучшится крутящий момент до 50%, что дает быстрый старт и ускорение. Повышаются пусковые и минимальные вращающие моменты на 10-20%. Также позволяет понизить пусковой ток на 10-20%. Понижается ток холостого хода, стабилизируется КПД, близкий к номинальному в широком диапазоне нагрузок. В 3 раза снижается уровень электромагнитных шумов и вибраций. В 1,5-2 раза увеличивается срок межремонтной эксплуатации. Максимальная скорость увеличивается на 10%. Уменьшается вес двигателя при той же мощности или мощности выше. Увеличивается мощность при той же весе на 10-15%. Уменьшается диаметр двигателя до 43%. Уменьшается разгон до 30%. Все это вместе улучшает маневренность, облегчает вождение транспортного средства, служит дольше и обходится дешевле в обслуживании. Несопротивление при качении, как в других электродвигателях. То есть можно ехать накатом. Транспортные средства с мотор-колесами, которые имеют магниты, постоянно стопорятся в выключенном состоянии. Даже при спуске с горы тратится энергия при вращении. В мотор-колесах Дуэнова это отсутствует. Двигатели имеют высокоэффективную рекуперацию. Это возврат энергии обратно в аккумулятор. Вращающий момент одинаковый при любых оборотах. На обычных движках он падает с повышением оборотов. Двигатели по технологии Дуэнова не боятся влаги и пыли, ниже требования к герметичности. Мощность сохраняется на весь срок службы, а обычные движки теряют мощность из-за размагничивания. Прямой привод без коробки передач. Может производиться полностью из местных, широко распространенных компонентов, в том числе в России. Нет зависимости от Китая или других стран. Отечественное независимое производство. Идеальный продукт для программы импортозамещения. Всего этого просто нет в том, что сейчас присутствует на рынке. Во второй части видео поговорим о том, что уже сделано. Сырьевых преимуществах, об инвестиционных и экологических аспектах. Как именно будут реализовываться технологии и как вам на этом заработать. В первой части видео я говорил о сути проекта Дуинова. Преимуществу технологии и о том, чем она отличается от аналогов, которые уже есть на рынке. А в этом ролике я расскажу о том, что уже сделано, а также об инвестиционных и экологических аспектах. Как именно будут реализовываться технологии и как вам на этом заработать. Поехали! Экологические и сырьевые преимущества технологии. Технологии Дуинова применимы к самым разным типам осихронных двигателей. Самыми распространенными к применению в транспортных средствах на сегодня являются мотор-колеса с постоянными магнитами или BLDC двигателями. Магниты производятся из редкоземельных металлов, добыча которых доступна только в Китае. А вот в мотор-колесах Дуинова нет магнитов, что значительно все упрощает. Китай уже давно монополизировал этот рынок и запрещает экспорт редкоземельного сырья. Вывести можно только готовую продукцию и весь мир в огромной экономической зависимости от Китая. Цены на такие двигатели завышены. В России действует одно единственное месторождение и почти все идет на экспорт. И не для магнитов. Любой, кто хочет сделать свой двигатель, вынужден строить предприятие в Китае и платить там налоги, что очень неудобно. Добыча редкоземельных металлов сопровождается радиационным загрязнением. Некоторые месторождения закрываются. В то же время из-за требований программ энергоэффективности спрос на магниты для электродвижков стремительно растет. В это время весь мир ищет решение для снижения расхода электроэнергии, уменьшения загрязнения при его генерации и прекращения загрязнения производства и так далее. Двигатель Дуинова гениален и прост в решении этих задач, так как здесь редкоземельные металлы вообще не нужны. Поговорим об инвестициях в технологию. Проект финансируется через CrowdInvesting, народное и частное финансирование. То есть может участвовать любой человек, а по реализации проекта получать прибыль в виде дивидендов на доли. Старт привлечения инвестиций состоялся в мае 2017 года. Всего 20 этапов развития, рассчитанных на 3 года. Выход на биржу предположительно через 3 года после старта. Запуск мелкосерийного производства уже через 2 года. Необходимая сумма инвестиций для реализации проекта 40 миллионов долларов. Собрано уже более 600 миллионов рублей. Также введены беспроцентные рассрочки на 10, 20, 25 месяцев, что позволяет приобретать доли без наличия огромных средств. За один платеж можно погасить любое количество месяцев рассрочки. Допустима срочка платежа на 20 дней. Что уже сделано в проекте? Первое. Модифицировано по технологии более тысячи разнообразных электродвигателей, транспортных средств и не только. В 2013 году модифицировали двигатель электропоезда. До изменений он тянул 5 вагонов, стал тянуть 11. В 2014 году модифицированный по славянке ветрогенератор выдал столько же электричества при ветре в 2 метра в секунду, сколько оригинал при 5 метрах в секунду. В 2015 году успешно испытали модифицированный двигатель на троллейбусе в Киеве. Переоборудованный Рено Канго выдал рекордные показатели, в которых произошел автомобиль из своего класса. Рено Твизи с двигателем Дуэнова удивил присутствующих на неоднократных выставках в Монако и в Германии. Электровелосипед с мотором колесом Дуэнову становил рекорд скорости в 101 км в час, и это был еще не предел. Многочисленные модификации электромоторов в СНГ и Европе продемонстрировали экономию электричества до 60%. Второе. За годы работы на технологии Дуэнова зарегистрировано 17 патентов. Третье. Получено одобрение от правительства Москвы на выделение земли и постройку предприятия в особой экономической зоне Технополис Москва на площадке Алабышева. Начало строительства будущего конструкторского бюро запланировано уже весной 2019 года. Четвертое. Готовится к сертификации лаборатории в Зеленограде, представляющие собой по сути миниатюру будущего конструкторского бюро. Пятое. Лаборатория создана для тестирования электродвигателей и проработки методологии, необходимой для будущих разработок. Пятое. Автогонщик и телеведущий, владелец автомобильной компании Marussi Motors Николай Фоменко, я думаю, вы его все знаете, восхитился характеристиками мотор-колес Дуэнова и утверждал, что производство его машин, скорее всего, будет возобновлено в США с применением этих двигателей. И шестое. Несколько компаний уже подписали предварительные договора с проектом Дуэнова на разработку двигателей под свои нужды в рамках будущего предприятия. Статьи дохода и направления работы. Что сюда входит? Разработка электродвигателей широкого спектра и применение их под запрос заказчика. Проектирование производств и двигателей под требования заказчика. Примерно три проекта в год. Средняя цена одного такого проекта – 50 миллионов долларов. Производство установочных партий электродвигателей и их сертификация. Продажа оборудований и оснастки для производства электродвигателей, в том числе мотор-колес, также обучение персонала. Что важно понять из всего того, что было вышесказано. Это гигантский растущий рынок. Применение этой технологии возможно на любых стадиях. Массовый переход на электричество и отказ от двигателей внутренней сгорания приведет к увеличению спроса в 10 раз в 2020 году. Плюс к этому 60% электроэнергии в мире потребляется асинхронными двигателями. И 7 миллиардов электродвигателей выпускаются ежегодно. Любой из этих новых двигателей может создаваться с совмещенными обмотками «Славянка». Что сюда относятся? Электромобили с независимыми мотор-колесами, с прямым приводом. Электробайки и велосипеды. В Европе произошел семикратный рост продаж электровелосипедов. Электропоезда и другой общественный транспорт. Катера и электросамолеты. Уникальные машины типа азиподов. Станки и промышленное оборудование. Металло и деревообработка. Ткацкие станки. Грузоподъемные станки. Профессиональный и бытовой инструмент. Новые высокоэффективные ветрогенераторы и ГЭС. Военная техника. Лифты. Насосы. Землеройные машины. Машины для проводки туннелей. Конвейеры. Вентиляторы. И многое-многое другое. Вы можете стать частью этого огромного бизнеса. И в дальнейшем жить на дивиденды. С прибыли, которые получает компания. Или продать доли компании значительно выше рынка. Это уникальная возможность для того, чтобы обеспечить свое будущее. Будущее своих детей. Вся необходимая информация и ссылки будут в описании к этому ролику. ДВИГАТЕЛИ ДУИНОВА Это отнюдь непростая задача. И для этого нужно выполнить очень много подготовительных работ в совершенно разных областях. Начиная от подготовки технической и технологической документации. Согласование всех юридических аспектов. Выбор подрядчика. И заканчивая выбором дизайна будущего здания. Напоминаю вам, как выглядит на сегодняшний день площадка. Это территория в 2,1 гектара. Напоминающая молодой, но не тронутый человеком оазис. Наша же задача заключается в том, чтобы преобразить это место до неузнаваемости. Сейчас я покажу вам короткий видеофрагмент, на котором представлен рендер одного из вариантов дизайна экстерьера будущего КБ. Стоит отметить, что все архитектурные решения, присутствующие в данном варианте, останутся без изменений. А вот что касается облицовочного материала, он может быть изменен. Субтитры создавал DimaTorzok